Уважаемые слушатели, Тойва Михайлович Фринг родился в 1949 году в городе Красный Холм Ткалининской, ныне Тверской области, и корни его родословной уходят в историю ангеломоланских финнов Ленинградской области. О трагедии этого народа, долгие годы лишенного возможности развивать язык, культуру, изучать свою историю, и оказавшегося, по сути, на грани национальной катастрофы, рассказано в тематическом номере журнала «Пуна-Липпо» за 1987 год, номер 8. Выход этого номера, по мнению Фринков, сколыхнул угасающее самосознание ангеломоланских финнов. Самое же главное было в том, что они публично напомнили о своем существовании, прежде всего, самим себе. На этих волнах памяти они организовались и создали национальные общественные организации. Там оно продержалось несколько лет и покатилось вниз. Спад активности стал особенно заметным с началом эмиграции ангеломоланских финнов в Финляндию в начале 1990-х годов, развалом Союза и самостоятельностью Эстонии. Проблема национального самосознания ангеломоланских финнов перестала с того времени быть локальной. Отмечал Финк. Его родители оказались в числе многих тысяч ангеломоланских финнов, депортированных из Ленинградской области в Финляндию в 1943 году. Они возвратились на родину в 1945 году и были вынуждены долгие годы скитаться по стране, подпав под статью о паспортном режиме и зоне оседлости. Поскольку вплоть до 1956 года существовал запрет на возвращение ангеломоланских финнов в Ленинградскую область, родители Тойва Финка приехали в 1952 году в Карелию, поселились в Петрозаводске. И здесь уже будущий писатель в 1966 году окончил среднюю школу, а в 1972 году отделение финского языка и литературы Петрозаводского государственного университета. С тех пор Тойва Флинк в своей журналистской, писательской и общественной деятельности, он несколько лет работал корреспондентом карельского телевидения, а затем в редакции журнала «Пуна липу», где заведовал отделом поэзии, делал все возможное для сохранения ангеломоланских финнов как этнической общности, спасения умирающего языка и культуры, написания достоверной истории этого самобытного народа. Он выступил одним из организаторов создания Союза ангеломоланских финнов в Карелии. Литературная деятельность Тойва Флинка многообразна. Он ярко проигрывал себя как поэт, переводчик, очеркист. Первая публикация Флинка – это перевод на финский язык «Почерк Кахохлова. Дорога в Михайловское» в 1974 году. А первая подборка его стихов на финском языке была опубликована в журнале «Пуна липу» за 1975 год, номер 10. С этого момента публикации в журнале стали регулярными. В мае 1976 года Тойва Флинк принял участие в работе 14-й конференции молодых писателей северо-запада страны в Ленинграде. Он был одним из представителей Карелии на проходившем в Москве в мае 1984 года 7-м всесоюзном совещании молодых литераторов. Стихи его печатались на страницах уже названного журнала «Пуна липу», «Север», «Веженедельники. Литературная Россия» и в коллективных сборниках. «Я волю дал любви», «Братство 87» и других. Они переводились на русский, литовский и мордовский языки. Первая книга стихов на финском языке, Ярвик Аминесса, вышла в издательстве «Карелия» в 1983 году. Ее отличало стремление к лирическому выражению красоты природы. Вторая – «Осая Арпа» в 1985 году. В ней автор разрабатывал морально-этическую проблематику. В 1986 году Тойву Фринг был принят в союз писателей. Также Клинк известен своими переводами с русского на финский язык стихов Ахмадулина, Евтушенко, Луговского, Мандельштама, Морец, Оргова, Киргиза-Эралиева, литовца-Молдониса, карельского поэта Сергина и других. Он выступил составителем и переводчиком опубликованного на финском языке в издательстве «Карелия» сборника русской лирики «Оден Рудун Веная». В 1990 году Фринг уехал на постоянное место жительства в Финляндию, и именно с этого периода начинается второй этап его творчества. Находясь в Финляндии, он продолжил изучать историю своего народа и публиковаться в России. Так, в нескольких номерах журнала «Карелия» изданы его исследования под названием В 2000 году он защитил докторскую диссертацию в университете города Турку на тему «В тисках предпоснового права и революции. Образовательные, культурные и устремления к независимости ингермаланских и петербургских финок в 1861-1917 годах». Исследованию истории афинов-энгермаланцев посвящены его работы «Пось инкериста Огей-Инкерин», также «Прочь покорности Ермой» «Энгермаланский союз» 1922-1944 году. И домой в ссылку «Депортация ингермаланских переселенцев из Финляндии в Советский союз» 1944-1955 году. Книга вышла в Хельсинки в 2010 году, а через год она была опубликована в Санкт-Петербурге в переводе на русский язык Яковом Лопатко. Как раз на слайде вы видите ее окошко. В настоящее время Финк работает доцентом в миграционном институте в финском городе Турку. Занимается исследованием о судьбах финской интеллигенции в Финляндии и России в период между Первой и Второй мировыми войнами. Живет в Ванда. В 2007 году у Флинка в Финляндии вышла первая поэтическая книга «Тулла вапоксисисалда кайкин». А в 2017 году вышел сборник стихов «Валвэнэнвэнэ», в которые как раз вошли произведения, написанные за 30 лет, с 1986 по 2016 год. Можно говорить о том, что представленная в этом сборнике лирика характеризует все достижения поэта за указанный временной промежуток, его поиски, обретения и потери, социально-нравственные параметры и пути достижения новых форм художественной изобразительности. Творческая судьба Флинка весьма показательна для поколения финноязычных писателей Карелии, начавших литературную деятельность в начале 1970-х годов. С одной стороны, поэт был ограничен идеологически, с другой – предан своему народу. Основой поэзии Флинка является желание видеть родной народ, живущим в счастливой жизни, помнящем свои традиции и культуры. Поэт полон решимости проникнуть в внутренний мир современника. Открывает сборник Валкоин-НВ на стихотворение «Усва» «Мгла», которое наряду с произведениями «Куда ведут пути и о правильном, и неправильном» вошло в антологию современной национальной литературы Карелии, вышедшей в Петрозаводске в 2018 году. Например, стихотворение «Мгла» поэта охватывает смешанные чувства, он не ощущает уверенности в завтрашнем дне. Ответ на вопрос «Куда ведут все дороги?» мы находим в одноименном стихотворении «Михин, айки, тьет, бевят». Произведение состоит из трех строк по шесть строк. Каждая астропа начинается со слов «Уссейн» «Унох дэдан», часто забывают. Также повторяются в каждой строке четвертые и пятые строки. «Мисса ода дэдан», «Мисса умер дэдан», где ждут, где понимают. Главной ценностью для Флинка является дом, куда ведут все пути. Именно там тебя ждут и понимают, несмотря ни на что. Философские размышления содержатся практически в каждом стихотворении Флинка. Произведение «Сыхта лисудэста» он задается вопросом. «Мисса пиеликанса васта сурта», где маленький народ соответствует великому. В труде проходит жизнь лирического героя Юсси из стихотворения «Вийсаус», «Мудрость», которую он обретает в череде трудовых будней. Скоротечность жизни заботит поэта в стихотворениях о правильном и неправильном, версии псалом «Кирко церковь». «Призыв к сохранению мира» звучит в стихотворении Микси «Зачем?». Плинк часто использует в названиях стихотворений слова-антонимы, но вот уже звучавшие правильным и неправильным, «Бойки о стояк», «Дареста», «Радости и горе» и «Лоясуру». Такая оппозиция приводит к тому поводу, что поэт пытается разобраться в обуреваемых его сомнениях. Самое крупное произведение сборника – это поэма «Белая лодка». Начинается с признания поэта о том, что он живет сейчас двумя жизнями. Вспоминает, как путешествуя по Карелии, дорога привела его в родной дом, в котором было тепло, семьи, защита и свет. Было что ценить. Там же была и родная улица, обыкновенная, такая будничная и одновременно тихая. Были там и прежние соседи и близкие друзья. Встреча с соседом Микко наводит поэта на мысль о том, что когда дети взрослеют, пустынными становятся избы, и память о нас сокращается. 17-е и 18-е строки написаны на ингермаланском диалекте финского языка. Причиной перехода на диалект становится включение диалога с Микко, который знает, что Флинк в настоящее время говорит на литературном финском языке, но все же хочет поговорить с соплеменником на родном говоре. С 22 по 32 устрофы повествование вновь ведется на ингермаланском диалекте. Встреча с Микко и воспоминания об Анте и Викторе возвращают велического героя обратно в пору детства и юности. Завершается стихотворение выводом о том, что с самого детства общество влияет на ребенка, и как белую лодку вытесывают из дерева, так и из них кто-то что-то выращивает. Стихотворение датировано 1989 годом, а в 2015 году поэт дописал еще пять стров, начав их словами о том, что так он думал тогда, то есть в 1989 году. А с этого времени его мировоззрение изменилось. Анализируя поэзию Хлинка, можно предположить, что именно осень – его любимое время года. Четвертый раздел сборника «Белая лодка» так и называется «Сюкшен-Сюрисса» в объятиях осени. Это период, располагающий к размышлениям. Осенью тихо, опадают листья, солнечно. Золотая осень пылает в сердце лирического героя. Это стихотворение Айя Туксенхенки. Он открыт ей и не хочет, чтобы приходила зима. Стихотворение Сюкшен-Сюрисса. Крик улетающих на юг птиц вызывает у лирического героя тоску по дому. Стихотворение Яан Коти. Осенью природа награждает дружника урожаем Сюкшен-Садуа и любовью. Стихотворение Сина Ямина и Энси Раккоус. В сборнике «Судьба и жребий» 1985 года мы уже сталкивались с похожим названием раздела в несколько измененном виде «Не попасть в объятия осени» и одноименным стихотворением. Проведенный сравнительный анализ показал, что публикация 2017 года – это вариант публикации 1985 года. Ниже приведем примеры этих различий. Публикации 2017 года в первой страфе изменена четвертая строка «Концюкшен камса кавден я» – «Когда с осенью вдвоем остаюсь». Как мы видим, изменилось мироощущение автора. Он стал переживать эти чувства осенью, а не когда зима завьюжит, как это было в более ранней публикации. Пабликация 2017 года «Концюкшен камен о нем сrouислых». Публикации 2017 года Фринд не скаменяет акцент, заменив первую и четвертую строки второй страфы «Сенсюлиста эндюрикян» «Без ее объятий я не попрошусь» и «Я веркян вайхта дарьян» и «Медленно меняет окраску», что делает верического героя более спокойным в проявлении чувств. В третьей страфе неизменной осталась лишь первая строка «Эн Анна Талвен Саммута» «Медам зиме погасить». Публикация 1985 года имела кольцевую конструкцию и заканчивалась строкой «Не попасть в объятие осени». В публикации 2017 года конструкция стиха изменилась и удлинилась еще на пять строк. Несмотря на то, что философские размышления – основная тема поэзии Хринка, любовная и пейзажная лирика тесно переплетены в его творчестве. На протяжении своего пути он занимался созданием исследовательской учебной, оригинальной и переводной литературы. В соавторстве с Эвой Мякеля написал учебник для ингермаланских детей «Ингерин Ластен Огпи Кирия». Хринку удалось найти в Финляндии свою родину, о чем он сказал в документальном фильме «В поисках родины. Ингермаланский излом» киностудия «Этнос» в 2012 году. Подтверждением этому также и служит продолжение им разносторонней творческой деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Валерьевна. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Наталье Валерьевне. Спасибо. У меня вопрос, Наталья Валерьевна, к вам. Вы пишите о стихотворении хорошем, что есть родной дом, где был родной дом, где было что ценить, и улица Непутская. Где этот дом находился в его сознании поэтическом? Вообще, в Ингермаландии. В смысле, все-таки на родине. В России, скажем так. Да, да. Хорошо. И второй вопрос, такой, несколько, может быть, деликатный. В жизни в Афренко случилась огромная трагедия, как вы знаете, да, погибла семья. Не было бы, вот, все-таки, когда он уезжал, наверное, он просто, это было для него спасение. То есть не просто, может быть, поиск родины, но как-то вот связано ли же было его отъезд и вообще дальше его вот поиск спокойствия, что ли, вот, умение совладать с миром. Вот с этим эпизодом. Или все-таки это было как-то независимо. Деликатный, конечно, вопрос, вы уж извините, но... Да, спасибо большое за вопрос. Поэт не мог не откликнуться на такое событие. Да, да, да. Я, конечно, лично его об этом не спрашивала, но вот просто судя, как бы зная эту историю, можно предположить, что, конечно, я думаю, что это стало для него действительно спасением, учитывая так поэтическую его натуру, отъезд туда, и там именно более спокойную жизнь можно быть построить без вот надрыва, который здесь был. Ну, не знаю, воспоминания, может быть, и остались, но анализируя его лирику просто вот можно судить о том, что он очень погружается именно в философские размышления. Именно, может быть, и думает, правильно ли он сделал. Я думаю, что он сделал правильно, и там достаточно спокойно он сейчас душевно себя чувствует. Но появление стихов именно на религиозную тематику, обращение такое, вот, это, конечно, может быть, и сугубо-финская особенность, но я думаю, что и это тоже какое-то ему успокоение именно приносило. И вот именно углубление философские мотивы, и вот эти вопросы, что он постоянно себе задает по жизни, то я думаю, что это тоже с этим связано. Ну, и вот его это пограничное существование все равно не забывает с Карелией, скажем так. Ну, да, он достаточно четкий к вопросам этики. Да, и вот мне нравились его призывы, вот после того, как это все случилось, что, скажем так, не проклятие, не отчаяние, а призывы к любви. И люди любите друг друга. Да, я думала, что как раз это, может быть, и подтолкнуло к тому, чтобы задуматься над тем, что надо делать вот сейчас это, и там любить, и говорить о том, что ты любишь именно сейчас, и заботиться, а не потом, когда вот что-то такое случается ужасное, и уже ничего не изменить в ситуации. Спасибо. Спасибо.